Воспитатели и психологи, логопеды и методисты. На протяжении всего дошкольного детства они – настоящая семья для своих юных подопечных. В Доме учителя собрались старовские воспитатели. Они участвовали в городском фестивале для педагогов в дошкольном образовании «Живая классика». Он проводится уже во второй раз. Прошлой весной в честь года педагога и наставника на фестивале говорили о педагогическом наследии Константина Ушинского, одного из основоположников научной педагогики в России. И в прошлом году нас что удивило, порадовало, то, что педагоги взяли очень разные темы. Ушинский ведь он очень многоплановый педагог. Там и народность, и ценность русского языка, и много-много-много-много всего. И патриотизм, естественно. Педагогам так понравился фестиваль, что в этом году его решили повторить. Число участников увеличилось с 16 до 26. Тема этого года – классики и педагоги о семейном воспитании. Детские воспитатели декламировали со сцены произведения педагогов-классиков. Чаще других звучали мысли Антона Макаренко и Василия Зухомлинского. Специальные жюри оценивало каждого участника, его артистизм и подачу материала. В выступлении можно сопровождать презентацией, можно использовать костюмы, можно использовать помощь коллег. Вот так заложено в нашем положении. В работе воспитателя нет пустяков. Он всегда должен быть примером для своих подопечных. Воспитывать, помогать расти, давать перспективы в жизни. Фестиваль направлен на увеличение интереса к педагогической литературе. Ольга Дронова выступала на «Живой классике» впервые. Поучаствовать предложили методисты детского сада, в котором она работает. Они же помогли с подготовкой презентации, которая иллюстрирует декламируемый отрывок. Ольга готовилась к выступлению две недели. Смотри, Митя, журавли летят, целая стая. Я считаю, что воспитание в первую очередь закладывается в семье. И действительно, если в семье благоприятная обстановка, то и ребенок легче поддается воспитанию. А если семья неблагополучная или родители часто ругаются, то ребенок часто отвлекается на занятиях, на уроках. У него какие-то мысли о своих проблемах. Фестиваль получился ярким, зрелищным и полезным. В будущем планируются новые мероприятия. Организаторы надеются, что это станет доброй ежегодной традицией. Никита Милямов, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, СРОВ24.